Чувашка Вот здесь вот, у нас в Чувашском вышивке много названий швов, больше тридцати, вот все тридцать, там больше тридцати здесь не умещается. Почему? Потому что рисунок небольшой, невозможно. Вот в этой вышивке, вот это вот течение воды река называется, это мудреный шов называется, крест и косая стежка. Более полувека Мария Васильевна посвятила главному делу своей жизни – Чувашской вышивке, ее возрождению, развитию, воспитанию любви к ней у подрастающего поколения. Детство самой Марии Васильевны прошло в тяжелом труде. Ей было всего три года, когда умерла мама, отец женился снова и в новой семье на маленькую Машу любли совсем не детские заботы. Я осталась от матери, три года мне было. Это было перед войной, в 1938 году она умерла, в марте месяца. Я ее не помню, мать свою, даже на автокарточке не видела. Отец женился, взял молодую, на 16 лет моложе себя. Я вот осталась, отец, отца на войну забрали, я осталась мочехой. Работали с утра до вечера, иногда и в поле ночевали. Работаешь, работаешь, допоздна, не идешь. Ляжешь где-нибудь около окна и уснешь. Уснешь так до утра. Утром встанешь опять работать. Работа тяжелая очень была. Мария Васильевна сейчас жила, вот в этом доме. Не в этом доме, вместо этого. Маленький дом. Маленький дом был. Потом она нянча, неродной мать была, мучилась, очень плохо было. О, ему как тяжело жили, господи. И кушать-то. Дети много были после этого. Она нянчила с детьми. Ничего не было. Работали колгос. Все равно на поле. Играть-то времени не было тогда. Тогда собирали, когда жинокос собирать, когда хлеб убирать, когда картошку, когда морковь. Страна, поднимавшая экономику после войны, требовала восстановления сельского хозяйства. И документы выдавали лишь избранным. Правление колхоза знало о бедственном положении юной Маши и решило сделать для нее исключение. В 16, да. Я получила свидетельство о рождении. Тогда только я узнала, когда я родилась, какого года и сколько мне лет. Получила паспорт, я пошла Чебоксара пешком. Мне тоже подсказали, куда надо идти. Чуваш строит рест. Сейчас помню. На строительство. И далее в общежитие. Общежитие было, где вот у нас сейчас дом правительства. Сзади там были бараки, сейчас их нету. Я стала жить в общежитии. Вот тогда у меня появилась своя кровать. Правда, тогда кровати были такие старые, еще нехорошие. Но для меня было очень хорошо, потому что у меня свое место, своей постели я не видела до этого. Вот, стала работать на стройке. Работа была тяжелая. Маше было всего 21, когда в стране прозвучал призыв «Все на целину». Маша решила ехать. Поступила в Комсомол и в марте 1955 года с целым составом энтузиастов выехала из родной Чувашии в Казахстан на строительство Черняховского зерносовхоза. В поле ничего нету, степь кругом. Нас выгрузили, разгрузили палатки, потом натянули палатки, поселились в палатках. Положили эти, как их, были вот такие доски сделанные, как щиты, на этот щит и матрасы. Вот так вот они, прям плотную лежали, эти матрасы, там мы и постелились. Потому что приехали грязные, не знаю какие, смотрим, где-то вода, там весной же было. Идешь, смотришь, вода вся соленая. Умываться даже нечем было. Там, говорят, много колодцев было очень. Но потом один казах показал нам место, где этот колодец был раньше. Мы это выкопали, вода пресная пошла оттуда, стали оттуда воды доставать, умываться, все. Ну, дальше жить. Ну, начали строить совхоз. Мы строители были, а там был серносовхоз. Были по сельскому хозяйству трактористы, механизаторы, все. Мы были строители. Мы строили дома. Это Орден трудовой славы, третьей степени. Как там было тяжело тогда молодым работать. Я все время говорила, не лучше, чем как на войне, только не стреляют. Там, на Целине, Маша познакомилась с будущим мужем, земляком из Порецкого района Чувашии Николаем. И в декабре 1956 года в казахских степях появилась семья Симаковых. Через три года Симаковы вернулись на родину, в поселок Кугесе. Родили детей, построили большой добротный дом. И в 1965 году в жизни Марии Васильевны начался большой творческий этап, занявший 55 лет. Начался на Альгешевской фабрике, впоследствии названной Пахатери. Я и до этого вышивала кресиком, гладью вышивала. Я знала эту фабрику, что есть там. Вот я поехала на Альгешевскую фабрику. Это было в ноябре 1965 года. Вот я там 30 лет работала. Там была Материна Муисеевна Гаврилова. Она участник войны. Она была мастером, хорошим мастером. Вот она поставила, вышивальщица меня, Константинова Зоя была. Я у нее училась вот эти швы. Потом я лаборанткой была, потом мастером была, старшим мастером была. Потом по машинной вышивке, машинную вышивку я сама освоила. Работаю на фабрике Пахатери с 1977 года. Мария Васильевна уже работала в то время. Она говорила, что не училась нигде, но чувашскую вышивку от души любила и вышивала. И свои композиции у нее были, и жениховый платок, скатерти, салфетки, платья. Очень интересные работы Мария Васильевна. Она всегда была доброй. И учила, старательно учила. И своей добротой, наверное, привлекала к себе. Ну, я сама тоже очень усечивый человек. Но, видя ее, я понимала, что это очень важно, иметь старательность. Первый раз в торгово-промышленной палате мы вместе выставлялись. Мария Васильевна меня научила правильно вышивать, изучать и создавать именно чувашскую вышивку. И она помогала мне в этом деле. До 1975 года вышивка считалась народным промыслом и на фабрике исполнялась вручную. Поэтому выполнение ежемесячного плана было делом практически невозможным. Но ведь не все ткани позволяют они по счету шивать. Поэтому не получалось у нас выполнить план, чтобы изделия были оформлены, вышивкой все. Поэтому искали всякие пути разные, но трудно было находить. А потом смотрим, лаборантка приехала, как-то она ко мне подходила, мы сидели, разговаривали. Я говорю, Нина, чем же учат вас там? Что вы делаете? Она же практиканка. Вот, говорит, такие я работаю, вышиваем все. Я посмотрела, я говорю, на нашей машинке швейных морд, мы на такие, говорит, вышиваем. Я говорю, пойдем к директору покажем. Мария Андреевна и Нина, говорю, вот такие вот работы. Может, я говорю, и нам тоже такое все. Она тут же, она таким характером была, она тут же всю лабораторию собрала к тебе, давай, у вас, говорит, человек сидит таким, приехала на практику, специальность, вы что там не смотрите? Давай искать, куда можно ехать, получить вот эту практику, все полностью освоить. Ну вот мы поехали туда, нас послали. Вот освоили, приехали, стали у себя все это осваивать. Вот с тех пор эта машинная вышивка пошла, с 75-го года, с фабрики. И мы тогда отдышались, начали вышивать на всех этих, на простыни, там на пододиальнике, на наволочках, какие изделия были, даже мужские сорочки на клапанах, вот тут вот. Все изделия пошли у них с вышивкой. Тогда нас приморевали. И у меня даже в другой книжке есть за свои новые техники и премии. Думаю, чтобы она осталась у меня в памяти, думаю, что же купить надо на это, а то уйдет деньги еще. Купила сервис столовый, так и стоит сейчас тоже. Поступив в похотель-вышивальщицей, Мария Васильевна прошла все производственные этапы фабрики. Была лаборанткой, мастером, старшим мастером вышивального цеха, а 11 последних лет работала художником. Союз художников России, сейчас я вам покажу, золотой медалью Российской Федерации. Я была в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Это этнографический музей, там очень много старенных наших выхлопок. В 1987 году Мария Васильевна с коллегами привезли изделия по хатере и Чувашскому национальному музею в Ленинград, в музей этнографии народов СССР, где Мария Васильевна обнаружила более 4000 экспонатов со старинной чувашской вышивкой. Все 10 дней по вечерам она уносила экспонаты в свою гостиницу, перерисовывала в альбом, а наутро относила обратно в музей. А сейчас в этом же музее находятся работы самой Марии Васильевны. Она ведь побывала со своей выставкой, со своими работами во многих регионах, во многих... Ее работы даже хранятся в некоторых государствах далеко за пределами нашей России. Помню, значит, ездил я в Петербург, там есть Всероссийский этнографический музей, даже в этом музее хранятся ее экспонаты. Это очень известный музей, называется «Музей народов России», по-другому, этнографический музей. Я помню в детстве, когда она приезжала в гости к нам, они с моей матерью доставали из сундуков вот те старые женские одежды, сурбаны, и рассматривала всегда вышивки, рисунки на этих одеждах. У нее уже тогда, в молодости, любила вот эту всю работу, вышивание, создание узоров, и изучала через свои узоры, через свои вышивки, она передавала традиции, культуру чувашского народа, как они жили в старину, и поэтому ее работы, ее труды, можно сказать, сегодня, наверное, не зря находятся в разных музеях, не только нашей страны, и за границей. У меня в шести странах были Болгария, Чехословакия, Германия, еще где-то были. Вот они вот. А последняя выставка была, это уже Саудовская Аравия. А эти вот выставки, они как получаются, заграничные. Научно-исследовательский институт, институт художественных промыслов. Они закупают, заплатят. Эти изделия остаются у них. Потом, ну они и под фамилией, твоей, все, вот эта авторская твоя работа, все полностью. Через какое-то время они отправляют их за рубеж, за рубежные страны на выставку. Вот таким образом твои работы там или чьи-то другие участвуют на выставках. Вспоминаю наше первое знакомство. Это было в 1994 году, когда я начал работать директором национального музея. И я собирался. В 1995 году мы сделали юбилейную выставку. В этом году она была признана самой лучшей, яркой выставкой в масштабе России. Именно в этом выставочном зале. С этой выставкой мне приходилось как директором уже побывать. В разных регионах, в Татарстане, в Ульянской области, в Утмурте, я помню. Возили мы национальную вышивку. В Мариэл были. Потом однажды, где-то в 2004 году, я с этой выставкой поехал на родину Михаила Александровича Шолохова. Это Ростов-на-Дону, Ростовская область, Саницы-Бешинская. Когда мы приглашали на дефиле одевать девушек, местных девушек, костюмы, вышитые нашими мастерами и Марии Васильевны Симаковой, да, и одна девушка подошла и говорит, она говорит, я, говорит, через неделю выхожу замуж, хотел бы выходить замуж в этом костюме. Для нас, сотрудников Музея Чувашской вышивки, всегда большая радость строить выставки Марии Васильевны Симаковой, потому что ее работы всегда изящные, содержательные и зрелищные. Несмотря на наше время, что многое меняется, она сможет сохранить и сохраняет все самое такое традиционное, что было в вышивке чувашского народа. И несмотря на это, в то же время приятно отметить, что она все время в поиске, и ее новаторство тоже нас, музейщиков, удивляет. Например, панно «Древо жизни», которое она вышивала в 1994 году, поражает своим таким содержательными элементами. И в этой традиционной вышивке она показывает прошлое, настоящее и, возможно, будущее чувашского народа. В свое время мы это панно «Древо жизни» закупили у Марии Васильевны Симаковой. И очень отрадно заметить, что у нас в музее хранятся еще более 130 экспонатов Марии Васильевны Симаковой. Музей «Бичурина современность» в Кугетях сотрудничает с Марией Васильевной с самых первых дней открытия. Все юбилейные мероприятия мастерицы проходят именно здесь. В фонд музея администрации района закуплено 50 ее работ. Огромная часть подаренных произведений находится в запасниках музея. Мы живем с большой надеждой, что в ближайшее время у нас будет зал чувашской вышивки, где достойное место займут работы Марии Васильевны Симаковой. Основные работы, которые нашли уже постоянное место в экспозиции, это панно, посвященное 90-летию района. Также есть у нас большое полотенце, посвященное к 85-летию юбилея Чебоксарского района. Ну, Мария Васильевна Симакова, она еще отличается своим стремлением к просветительской работе. Уже в 92-м году, уйдя на заслуженный отдых, на пенсию, она стала руководить работой студии в Доме народного творчества. Просветительская деятельность Марии Васильевны Симаковой, она выразилась в том, что вот она впервые, наверное, из всех наших мастериц и художниц даже по декоративному преподному искусству решила сделать книгу-альбом. Не о себе, не о своей даже деятельности, не о своих чудесных вышивках, а о вообще искусстве чувашской вышивки. Инициатива одного человека, одного художника, она содействовала тому, что на творчество народных мастеров современных мы стали смотреть по-другому. Начали оценивать красоту, яркость, необходимость показа деятельности мастеров в таком красочном, ярком, привлекательном для молодежи и других мастеров виде. С Марией Васильевной Симаковой я познакомилась в 1993 году, когда начала у нее обучаться чувашской вышивке. Я тогда была студенткой Чувашского государственного университета. Она нас обучала как раз швам чувашской вышивки на своих готовых изделиях. Они всегда были у нее обтянуты на большую деревянную раму. Паралина, конечно, рассказывала и о своей жизни, как она сама пришла к этой чувашской вышивке, как сама полюбила. И она нас тоже потихоньку обучала и прививала любовь. Мы всегда удивлялись ее усидчивости, потому что у нее работы все были такие огромные, большие. Я даже до сих пор не могу сказать, сколько дней надо сидеть и вышивать все это. Сегодня у нас мастеров много, но таких вот, чтобы вышивали такие огромные полотна, от пола до потолка у нас нет. Произведения Марии Васильевны Симаковой узнаваемы художественной оригинальностью замысла. Это и большие панно с крупными композициями, часто посвященные определенным событиям, и национальные костюмы – мужские, женские, девичьи – в стилистике традиционной или ближе к современности. Везде они заметны, везде привлекают внимание орнаментальным узором, цветовым решением и кропотливостью исполнения. Она ведь не ради своей славы все этим любимым делом занимается. У нее вот две дочери, они прекрасно вышивают. А сколько у нее учениц обучало они их, среди студентов, которые продолжают до сих пор вышивать и любить это занятие, это прикладное искусство. Я бы хотел сказать, как она была довольна, когда в республике объявили день такой, день чувайской национальной вышивки. Ее слова, значит, да, наконец-то мой день настал. Ну вот желанный, такой признанный день национальной вышивки. 26 ноября 2020 года впервые праздновался день чувашской вышивки. И в одноименном музее в этот день выставкой лучших работ отметили 55-летний творческий юбилей Марии Васильевны. Если бы не творческое чутье и завидное трудолюбие Марии Васильевны и ее предшественниц, нам оставалось бы вспоминать об утраченном искусстве вышивки, глядя на музейные экспонаты и картины. Работы самобытной, художественно отточенной формы великой чувашской мастерицы уже сейчас называются частью национального наследия. То самое древо, несущее культурный код чувашей, достояние будущих поколений.